Привет, друзья! У каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления тех или иных блюд. И пигоди не исключение. Сегодня хочу поделиться своим рецептом паровых пирожков по-корейски. Хочу уделить особое внимание тесту для пигоди, ведь это и есть самый сложный, капризный на первый взгляд простого блюда процесс. Если соблюдать все нюансы, то все будет отлично, я вас уверяю. Для пигоди беру муку высшего сорта с хорошим содержанием белка, не менее 10,5%. Итак, муку солю немного, сахар также кладу и дрожжи сухие. Вода должна быть теплая, 35-40 градусов, не больше. Воду всю сразу не выливаю, а при замесе теста заливаю понемногу. Сколько вышло у меня в итоге, точные пропорции напишу снизу под видео. Но вы все равно смотрите по своей муке, плюс-минус, бывает небольшая разница. Как видите, у меня получается очень мягкое тесто. Мука очень хорошая и вбирает в воду хорошо. То есть я не собираюсь делать тесто жестким, забитой мукой, как делают это многие. А наоборот, делаю тесто более рыхлым, как на булочке. Замешиваю до тех пор, пока оно не будет липнуть к рукам. Собираю в комок плотное тесто и накрываю плотно. Оставляю тесто в покое до тех пор, пока он не увеличится в объеме 2-3 раза. Начинка, как обычно, капуста, мясо и лук. Это классический вариант. Капусту тонко шинкую. Затем режу еще раз пополам, так как получились длинные полоски капусты. Собираю нашинкованную капусту в большой чаше. Затем солю капусту и слегка перемешиваю, но не давлю. Капуста сама выделит сок и станет мягкой. Пока капуста отстаивается, режу лук тонко. Обжариваю лук и обязательно на растительном масле. Так получится очень вкусная начинка. Обжаренный лук придаст ей некоторую сладость и аромат. И, конечно же, обжаренный чеснок. Все это жарю я вместе. Сильно жарить не обязательно, только слегка. Как только лук смягчится, можно уже выключать огонь. Для пигоди мясо обязательно режу. Но кто-то использует готовый фарш или обжаривает мясо. Но на самом деле вкусно, когда нарезанное мясо небольшими кусочками, как на манты. И, конечно же, сырым кладут начинку. Чтобы легче резалось мясо, я подмораживаю слегка. Я использую обычно свинину или говядину. Это дело вкуса и предпочтений, конечно же. Прожилки сала я не убираю. Так будет сочнее. Капуста хорошо отстоялась. Теперь ее я отжимаю. Если не убрать жидкость, то начинка будет горчить. И от лишней влаги донышко пигоди будет рваться. Собираю все вместе. Капусту, мясо, обжаренный лук с чесноком. И заправляю специями. Молотый кориандр, черный перец. И все. Ничего лишнего. Так как капуста подсоленная уже, кладу немного соли. Сильно не солю. Ведь пигоди едят соевым соусом. Поэтому он не должен быть соленым. Начинка готова. Смотрю. Тесто увеличилось в объеме. Можно уже его собрать. И немного обмять перед работой с ним. Присыпаю поднос мукой слегка. И делю тесто на кусочки. Весом примерно 60 грамм. Если у вас мантоварка небольшая, то делайте поменьше кусочки теста. Затем делаю из теста круглую форму. Хочу заметить, где только не готовят пигоди. В Дальнем Востоке, Сахалине, Узбекистане, Казахстане и так далее. Пигоди берет свое начало от корейского национального блюда. Ванманду. Королевский пельмень. Именно от него и пошел тот самый большой паровой пирожок с начинкой. Из капусты, мяса, специи и лука. Накрываю шарики пленкой пищевой, чтобы не обсохли на 10 минут. Этого достаточно. Затем раскатываю скалкой. Тесто достаточно пластичное. В принципе, можно и рукой сформировать лепешку. Кладу начинку побольше, так как в готовом виде он значительно уменьшится в объеме и пигоди будет плоским. Защипываю концы крепко, чтобы они не разошлись, когда тесто будет увеличиваться. Это простой способ лепки пигоди. Теперь покажу классический вариант лепки пигоди в виде защипов. Смотрится оригинально. Защипываю с двух сторон и делаю нахлёст. Не вперед, а назад. Притом пальцы не двигаются вперед, которые держат края, а только прижимают защипы. В принципе, не сложно, если приноровиться. Конечно, с мягким тестом сложнее работать, да и в готовом виде защипы расплываются сильнее, чем на жёстком тесте. Но что вкуснее, с этим не поспоришь. Парить я буду мантоварки. У меня крышка с дырочками. Её желательно прикрыть. Ещё завернуть тканью, чтобы капли пара не попадали на пигоди при готовке. Перед закладкой пигоди ярусы мантоварки смазать маслом растительным. Или, как я использую, если есть, конечно, силиконовое покрытие. Накрываю пигоди крышкой сформированной и оставляю для расстойки на час. Парю пигоди на сильном огне 35-40 минут. Затем огонь уменьшаю и ставлю на самый маленький. И парю ещё 10 минут. Открывать крышку сразу нельзя. И во время готовки тоже. Резкий перепад температуры сделает пигоди сморщенными. Подают готовые пигоди соевым соусом и горячими. Нет ничего вкуснее домашнего пигоди. Горячего, мягкого. Тесто нежное получилось. Начинка сочная. Конечно, повозиться придётся. Что уж скрывать. Но что не сделаешь ради своих близких, чтобы порадовать их вкусняшкой. Огромное спасибо за просмотр. Если это видео было полезным для вас, то ставьте лайк. Всем хорошего настроения. И удачи на кухне. С вами была Наталья. Пока-пока.